Коллеги, добрый день, меня зовут Денис, я присоединялся, к сожалению, только после обеда. Почему я могу выступать от МСП? Потому что я являюсь руководителем Северновского венчурного фонда, специализированный институт развития, который поддерживает высокотехнологичные стартапы. Почему могу говорить от имени муниципальных образований? Потому что родился и вырос я в городе Озерске, а в настоящее время проживаю себе в городе Новоуральске. Поэтому то, что происходит в небольших, тем более закрытых городах, я знаю прямо изнутри. Мы выделили три основных барьера и по три решения на каждое. Не дошли до конкретных исполнительных сроков, но может это и лучше, тем более, что мы уже вне графика идем совсем. Первый ключевой барьер, который мы считаем, это менталитет жителя муниципального образования небольшого города. Своего рода позиция с точки зрения жди венец. Дайте позиция. Это история про то, когда гораздо выгоднее работать на градообразующем предприятии, получая относительно большую, но стабильную зарплату, чем идти за какой-то звездой. Это история про синицы в руках и журавля в небе. Вот это все про это. То есть нет такого уровня амбиции, чтобы реализовывать собственные проекты и как-то достигать чего-то большего. Что здесь можно делать? Сегодня уже говорилось про соучаствующее проектирование. То есть это история, которая пронизывает все уровни. То есть если стимулировать только там жителей снизу, а ге-гей, давайте, давайте, это работать не будет. Это должно идти через все три уровня. Через уровень города, муниципальной власти. То есть это конкуренция городов. А чем наш город лучше? Город, в котором мы живем? Какие у него сильные конкурентные преимущества? И что можно, нужно делать в этом городе? Это история про бизнес. Есть бизнес в городе, и большой, и маленький. Это история, в конечном счете, которая расшивается до уровня жителей. Следующая история, это некоторое использование готовых решений. Когда мы говорим о том, что наши жители боятся рисковать, так давайте снизим этот уровень риска за счет каких-то существующих инструментов. Например, про франчайзинг. Мы говорим, не изобретайте сами, берите то, что работает, и внедряйте у себя. И еще одна история, это реализация как раз некоторых совместных проектов, муниципально-частное партнерство и так далее, то, про что сегодня говорили. То есть, когда эти проекты вовлекают как раз все вот эти три страны. Следующий барьер. Это ограничение по статусу муниципального образования. Закрытые города или моногорода. И те, и другие накладывают. Здесь мы, естественно, имеем ограниченное число бизнесов, которые могут прийти извне. В принципе, интерес приходить извне. Моногорода это ограниченное число инструментов поддержки, которые там могут использоваться. Понятно, если есть какие-то ограничения, то первое решение, которое может быть, это создание преференции в ответ на эти ограничения. Поэтому к пути мы отчасти идем. Это фонд моногорода, который реализует свои программы. Это какие-то преференции для ЗАТО, в том числе, которые Росатом лоббирует для своих закрытых городов и так далее. Но мы считаем, что эти преференции должны быть более очевидны. Их надо уметь, опять же, позиционировать вовне. Вторая история. Все эти города, раз они имеют такой статус, они имеют крупные городообразующие предприятия. И надо уметь расширять ресурсы этих городообразующих предприятий до уровня малого бизнеса. То есть есть у нас несколько примеров в Свердловской области, когда складывается хорошая кооперация между крупным бизнесом и малым. То есть если крупный бизнес расшарит, так скажем, свою закупочную программу для малого бизнеса, и скажет, ребята, давайте мне комплектующие, давайте мне услуги, давайте мне ремонт, клининг и так далее, то это будет хорошим стимулирующим фактором для малого бизнеса. То же самое, кстати, может делать и администрация города. И третья история. Это по снятию ограничений. Но не с целью, что мы сейчас взяли и убрали забор. А это некоторые сопровождения новых бизнесов. То есть если у нас есть ограничения, то мы должны помогать эти ограничения преодолевать. Если какой-то бизнес-проект заходит за то, то он не сам должен биться со всеми этими режимами, а мы должны для него сделать своеобразный консьерж-сенглес так, чтобы у него с этим как можно меньше было проблем. И третье ограничение. Это некоторое неверие или недоверие и недоинформированность у тех инструментов поддержки, которые есть. Поскольку здесь уже начинается мое творчество, поскольку я там дописывал один, поэтому оно может не совпадать с мнением группы, извините. Первое решение, которое нужно, это выстроить открытый и результативный диалог. Как сейчас происходит диалог бизнеса и власти? Все вы, наверное, участвовали в советах по развитию предпринимательства при главе города или при губернаторе и так далее. Насколько там обсуждается повестка важная бизнесу и кто входит в состав этих советов? Я думаю, мне надо отвечать, вы все сами понимаете. Поэтому нужны новые форматы этого взаимодействия, чтобы, ну понятно для чего, да? Вторая история, это грамотный пиар. Грамотный пиар это не декларирование о том, что ребята, мы движемся вам на встречу и так далее. Это пиар, как я считаю, на примере конкретных успешных кейсов, реализованных проектов, в которых действительно власть или градообразующие предприятия сыграли ключевую роль. И пример через правильные каналы. Извините, но городские газеты в маленьких городах на сегодня читают только пенсионеры. Телевидение смотрит, там тоже большая часть и та же социальная группа. Мы должны искать новые каналы донесения этой информации. И третья история, это с недоинформированность гневеля, это автоматизация больших данных. Это история, когда поддержки на рубль, а документов на 20 рублей. Я говорю, я к вам не пойду за вашим годным кредитом или субсидией, потому что вы с меня потом 3 года будете трясти отчетности, мне надо написать такую пачку документов. Вот на сегодня открытость, всевозможность баз данных и так далее позволяет многим из этих процессов просто автоматизировать. Не запрашивать кучу отчетов или не запрашивать кучу документов изнутри. У областного фонда поддержки предпринимательства есть кейс, когда они запускают кредитный конвейер и на старте понимают, с большой долей вероятности, получат предприниматель этот кредит или не получат. Вот это тоже, мне кажется, наш пункт. У меня все. Спасибо. Коллеги, дополнения какие-то от команды есть? Какие-то, да? Нет? А, так, вопросы о дополнении, Сергей, да? Так, без микрофона. Да, без микрофона. Я соглашусь с докладчиками. Честно говоря, что здесь очень своеобразный, ну, субъект, потому что здесь Росатом, да, крупные предприятия. Но всегда, когда есть крупные предприятия, должны быть где-то, где-то, ну, бизнес рядом должен кружиться. Просто в самом предприятии, я не знаю, как здесь устроено, должно давать возможность заработать местно. То есть оно даже выглядит не так. Да, вот здесь предлагалось, что закупки у малого. Да, вот это. Да, можно же отдать, например, закупки просто у малого предприятия. Совершенно, нет, совершенно верно. Речь не только о закупке. Я думаю, есть еще вот понятие, как тоже благоустройство, которое мы без вирусной предприятия проводим. Также можно отдать мер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова